Вышел новый альбом Моргенштерна, якобы последний на русском языке. Якобы потому, что всяких последних действий Моргенштерна было сильно больше, чем потом в итоге оказывалось на поверку. Вы сами выбрали, я вас спросил, и вы наголосовали, что вы больше всего хотите из всего альбома, трек, который называется «Гуф Дис». Я, к сожалению, зачем-то знаю, что год назад Гуф написал Дис на Моргенштерна. То есть там какая-то была Санта-Барбара с тем, что они должны были записать фит, после чего Моргенштерн написал Гуфу, что целует его в хуй, после чего Гуф испугался перспективы быть поцелованным в хуй, и от фита отказался. После этого Гуф задисил Моргенштерна, и теперь Моргенштерн дисит Гуфа. Это то, что я знаю, вот на входе в этот трек. Может быть там еще что-то было, напишите в чат, чат всегда знает больше, чем любой стример. Ну давайте это заценивать. Ага, то есть это должен был быть фит с Гуфом, но вместо этого сделали такой инфоповод. Белты Брендли проплывает мимо небоскреба, дубайский ветерок мне щекочет ухо, сука под рулем качает головой, на полную играет наш фиточек с Гуфом. И вот уже в Израиле с Лешей Далматовым покурили, обсудили клип за обедом, Романов подготовил технику с командой. Но со 2 часа до съемок, алло, я не приеду, че-то я не хочу, юристы говорят опасно. Ну и кого администрация взяла за яйца, хуй знает. По-моему, хороший трек записали, скажи, почему не выпускают? Продадим как NFT, так мы срубим больше, а если б синглом пополам, то это было б можно. А че юристы, с этим они согласны, когда лавехи до хуя уже не так опасно. Я предложил тебе забрать 70%, по мне так неплохая пенсия для деда. Тебе считай, как лето упало с неба, хули ты меня морозишь, айс, бэйби. Ты ведь с самого детства был моим кумиром, я как огромное пузо, ведь я на Гуфе вырос. Начал делать рэп, ведь хотел быть как он, и тоже стал продажным мудаком. Вряд ли тебе лишнее, несколько нулей, надо кормить большую жопу и двоих детей. Ты же реально там становишься, все тяжелее, такое на себе не вытянет, даже муравей, айс, бэйби. У меня вопрос. А с каких пор Моргенштерн начал читать рэп ртом? А где все вот это вот плача его любимая? Моргенштерн вспомнил русский язык. Помните были шутки, да, по поводу того, что нужен переводчик или субтитры к его клипам? Ну, четкая нормальная дикция, все, типа, понятно? Это что вообще такое? Это так весь альбом будет? Он, типа, вот настолько стиль поменял, что он, решив попрощаться с русским языком, все-таки на прощание решил им воспользоваться? Моргенштерн говорит, что это, типа, последний альбом на русском языке, и вот так вот? Вау! Реально? То есть, типа, он напоследок решил использовать русский язык? И это не состоит на три четверти из эдлибов? Алишер, ты ли это? Тяжелее такое на себе не вытянет, даже муравей Айшскет, пей таблетки, дед Кто тебя так напугал в этот день? Мы курили одну дудку и нюхали один кокейн Теперь ты тоже иноген Ты просил мне называть тебя старым? Ладно, но почему тогда отправил свой куплет в WhatsApp? Я сидел, потом ровнял его часа три Чтобы ты там хоть немного попадал в бит И через пару лет вернемся к разговорам Ведь чем дальше дел, сильней мне трех нравится Знаешь, я как твой второй подбородок Ведь от меня ты уже не избавишься Ну, во-первых, это реально полноценный диск Во-вторых, это реально такой back to the roots, ёпта Это такой возврат к корням То есть это такой старомодный рэперский диск Без припева, без какого-то выпендрежа в подаче Просто, типа, ты хуесос, потому-потому-потому А еще хуесос, потому-потому-потому А еще ты говно И это прям такая классика-классика Которая в исполнении Моргенштерна воспринимается как-то неожиданно То есть, ну, казалось, что это все 10 лет назад прошло А нет Причем я вообще не удивлюсь Если потом окажется, что всю эту ситуацию Моргенштерн полностью придумал Не было никакого фита с Гуфом никогда вообще И он просто написал этот диск чисто поугарательной нашей реакции Вот реально не удивлюсь Про юристов, про все вот это вот Если это просто, типа, скомпонировано в сознании Если это правда, блядь, ну, Леша Гуф, конечно, мем Человек за здоровье Собянина хлопал бургер с Тимати Так что, в принципе, там можно войти в положение Это прям неплохо было То есть, ну, мне прям нравится Меня заинтересовал альбом Я теперь хочу альбом заценить Моргенштерна Понимаете? Вот вы мне посоветовали один трек И он меня удивил То есть, ну, у меня уже есть какой-то устоявшийся набор представлений Что я получу, включив Моргенштерна Я включаю, я получаю что-то другое Причем, ну, это неплохо Это и в рэп-ключе музыкально И как-то свежо передает и его голос, и его образ Прям необычно Хм, хорош Моргенштерн может стать одним из первых русскоязычных исполнителей Если не первым, у кого реально получится на Западе Я говорил про это, что Моргенштерна без всяких скидок можно экспортировать Вы видели его клипы? У него клипы пизже, чем у фирмованных рэперов У которых просто, на которых клеймо негде поставить уже от лейбов У него звук пизже и дороже, чем у большинства американских рэперов Тут вопрос с подачей, с текстами Вывезет ли он Ну и плюс, понятно, сможет ли он лазейки в индустрии найти Зная характер Алишера, сможет И знаете, у нас есть суперзвезды из Британии, из Ирландии, из Канады Из Южной Африки Почему бы не быть первой такой всемирной звездей из России в рэпе? Вот реально Есть хоть одна причина, почему наша страна не может на весь мир дать артиста вот такого вот Да, которого будут слушать школьники Под которого будут качаться подростки по всему миру Ну вот реально Я не вижу просто ни одной причины Он может вывести это И он один из немногих, кому это по силам Вот на кого смотришь и думаешь Ну вот у него может и получиться, хуй знает То есть, ну вот, самое близкое, что приходит На вам это Диандворд Ребята, которые вылезли вообще, ну, из такой жопы Сколько вы артистов знаете из ЮАР? А они на весь мир прогремели со своим материалом Почему Моргенштерн не может? Он еще моложе, чем они были, когда начали свое восхождение Пацану 23-24 года Он же совсем мелкий еще У него еще столько всего впереди Они из ЮАР? Да, они из ЮАР Короче, я считаю, что это очень смелый Амбициозный план Моргенштерна Пойти на Запад Я прям вот эту мысль поддерживаю Мне было бы приятно просто Вот как факт знать, что у нас есть, например Артист из России Который гремит Хотя бы в артистах второго эшелона На Западе Понятно, что в первый эшелон быстро не выпадет Но если он вылезет каким-то чудом во второй Это будет прям Вау Ну то есть смотрите У него клипы собирают по 100 миллионов просмотров Это уже как бы показатель, который есть не у всех западных рэперов Сможет ли он то же самое на английском? Вот просто клипы англоязычные А просмотры хотя бы сохранить свои Типа 100 миллионов Я заинтригован Надо альбом послушать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok